Примеры проявления стыдливости у суфиев. Из жизнеописаний прежних праведников до нас дошло много великих примеров их стыдливости перед Всевышним Аллахом, которые исходили от них естественным образом и без притворства. Некоторые из праведников из-за своего стыда перед Всевышним Аллахом не могли входить в мечеть, дом Аллаха, после какого-либо ослушания Всевышнего. Однажды люди увидели человека, совершающего намаз вне мечети. Когда они его спросили, почему не заходишь в мечеть для совершения намаза, он ответил, «Мне стыдно перед Аллахом заходить в его дом, ибо я ослушался его». Среди подобных праведников были и такие, «Кому было стыдно бояться кого-либо помимо Всевышнего». Один из них рассказывает, «Однажды ночью мы шли по густому лесу и наткнулись на спящего человека, рядом с которым паслась его лошадь. Мы разбудили его и спросили, «Не боишься ли ты спать в таком опасном месте, ведь здесь водится много хищников?» Этот человек поднял голову и ответил, «Мне стыдно перед Аллахом бояться кого-либо, кроме него», и, отвернувшись, снова уснул. Абу-Бакр Аль-Вараку сказал, «Иногда я совершаю два ракаата намаза и покидаю место молитвы, стыдясь, будто я что-то украл». Стыд Аллаха за своего раба Знайте, что Всевышний Аллах стыдится своих рабов. В Таврате Тора написано, «Стыдись совершать греховное, поистине мне стыдно наказывать тебя». В одной из божественных книг также сказано, «Мой раб несправедлив ко мне. Когда он просит меня, то мне стыдно ему отказать. Когда ослушивается меня, то даже не стыдится меня». Хадис Пророка мир ему гласит, «Поистине, Аллах самый стыдливый и самый щедрый, и когда его раб поднимает руки в мольбе прося чего-либо, то Всевышнему Аллаху стыдно не отвечать на эту мольбу». Благонравие – основа религии. «Знаете, основой религии являются благие нравы, и пророк Мухаммад мир ему был послан, дабы их усовершенствовать. Об этом посланник Аллаха мир ему сказал, «Поистине я послан для усовершенствования благих нравов». Сущность благих нравов заключается в том, чтобы человек был легким, деликатным и мягким со своими домочадцами, прислугой и всеми мусульманами. Посланник Аллаха мир ему сказал, «Обитатели рая – это люди мягкие, легкие и близкие по отношению к другим, а обитатели ада – суровые и жестокие». Тогда сподвижники спросили, «О посланник Аллаха мир тебе, а как определить жестоких людей?» На что пророк мир ему ответил, «Это люди, проявляющие суровость по отношению к домочадцам, друзьям и родственникам». Наш великий Господь сказал смысл, «И говорите людям приятное». Сура Аль-Бакара, аят 83. Также Всевышний сказал смысл, «Скажи, у пророк, моим рабам, чтобы они вели свои речи наилучшим образом». Сура Аль-Исра, аят 53. А наилучшее вбирает в себя все самое благое и приятное. В отношении других проявляй те качества, которые обрадовали бы и твою душу, приятную речь, хорошие слова, благие и красивые поступки. А скверных речей, непристойных слов и дурных деяний старайся избегать и не совершай их по отношению к другим. Ведь совершая те или иные поступки по отношению к другим рабам Аллаха, ты должен помнить о том, что Всевышний воздаст тебе тем же, всемогущий Аллах и превелик. Знайте, что подобное воздаяние есть самое соответствующее. То есть тот, кто будет для рабов Аллаха раем, милостью и прохладной тенью, в которой отдыхают люди, получит соответствующее воздаяние от Всевышнего Аллаха. Ведь тот, кто оказал почет рабу в знак уважения к его господину, Саид, тот на самом деле возвеличил самого господина. Поэтому в хадисе от Всевышнего Аллаха говорится, что в судный день Господь скажет своему рабу, «Я испытывал голод, а ты не накормил меня. Я просил тебя утолить мою жажду, но ты не напоил меня. Я был болен, а ты не навестил меня». На что раб ответит, «Как же ты можешь испытывать голод, в то время как ты Господь всех миров? Как же ты можешь болеть, будучи Господом всех миров? Как же ты можешь просить утолить жажду, в то время как ты Господь всех миров, который и содержит их всех? Тогда Творец, причист он и свят, разъяснит, «Поистине болел мой такой-то раб, и если бы ты навестил его, то обнаружил бы меня возле него. Мой такой-то раб испытывал голод, если бы ты накормил его, то нашел бы у меня отданное ему. Такой-то мой раб просил тебя утолить его жажду, если бы ты напоил его, то и это ты нашел бы у меня». То есть свои слова Всевышний Аллах разъяснил сам. «Я испытывал голод, я болел, я просил тебя утолить свою жажду следующими выражениями. Мой такой-то раб испытывал голод, мой такой-то раб заболел, мой такой-то раб просил у тебя утолить его жажду». Благонравие приносит пользу своему обладателю в обоих мирах. Об этом повествуется в хадисе об Абу-Талибе. Однажды Аббас спросил, «О посланник Аллаха, мир тебе, Абу-Талиб ведь оберегал тебя и помогал тебе. Принесет ли это ему пользу на том свете?» Пророк мир ему ответил, «Да, и если бы не я, то он оказался бы на самом нижнем уровне ада». Также рассказывают, что Абу-Ляхаба видели во сне пьющим воду из своего большого пальца, а происходило это каждый раз в ночь на понедельник. И это благодаря тому, что Абу-Ляхаб освободил свою рабыню в тот день, когда узнал от нее добрую весть о рождении посланника Аллаха, мир ему. Один из праведников сказал, «Кто из общины посланника Аллаха, мир ему, не смог увидеть его, мир ему, и искренне желает этого, то пусть посмотрит на Коран. Ибо нет никакой разницы между взором, обращенным на Коран, и взором на любимого пророка, мир ему. Коран подобен развернутому образу человека, имя которого Мухаммад, мир ему, сын Абдуллаха, сына Абдуль-Муталиба». Другой праведник отмечал, «Кто желает созерцать посланника Аллаха, мир ему, пусть следует его сунне, особенно в тех местах, где она предана забвению. Так как оживление сунны пророка, мир ему, подобно оживлению самого пророка, мир ему. И тот, кто оживил сунну посланника Аллаха, мир ему, подобен оживившему все человечество, ибо пророк, мир ему, вобрал в себя все благое в совершенстве». Также один из праведников сказал, «После того, как Мухаммада, мир ему, послали пророкам ко всему человечеству, для людей не осталось чего-либо неизвестного, касаемо дурных нравов, ибо пророк, мир ему, подробно разъяснил нам пути их происхождения». Это значит, что для человека не осталось ни малейшего повода для совершения дурного, так как пророк, мир ему, разъяснил людям, что собой представляет благой и дурной нрав. Ученые богословы отмечали, что Всевышний Аллах предложил пророку, мир ему, ключи от всех земных благ, но посланник Аллаха, мир ему, не принял их. Тогда Творец вознес пророка, мир ему, в ночь вознесения на небеса и показал ему всех ангелов, а также рай. Но посланник Аллаха, мир ему, не обратил на все это внимание. И Всевышний сказал смысл. Взор пророка не отрывался от дозволенного и не переходил его границы. Сура Ан-Наджм, аят 17. Он не смотрел налево и направо, и поэтому Всевышний сказал смысл. «Поистине, ты обладатель великого нрава». Это означает, что ни беды, ни блага не могут заставить посланника Аллаха, мир ему, свернуть с истинного пути. Известно, сколько невзгод и мучений перенес пророк, мир ему, проявляя терпение. Его благословенная голова была ранена, был сломан зуб, но, несмотря на это, он говорил, «О мой Господь, прости моему народу, ибо поистине он не ведает, что творит». И в судный день, когда каждый пророк будет переживать за себя, пророк Мухаммад мир ему будет восклицать, «Моя община», «Моя община». Высказывание о благонравии. Благим нравам посвящено множество золотых изречений. Здесь приведем некоторые из них, дабы воодушевить на обретение благих нравов и пробудить беспечные сердца. Первое. Посланника Аллаха мир ему спросили, «Кто из верующих является достойнейшим в вере?» Он ответил, «Наилучший тот, у кого нрав лучше». А когда спросили, «А что такое несчастье?», то он ответил, «Дурной нрав». Второе. Посланник Аллаха мир ему сказал, «Если вы не будете в состоянии из своего имущества раздать милостыню, садака, рабам Аллаха, относитесь ко всем людям с радушием и благонравием». Третье. Однажды пророка мир ему попросили, «О посланник Аллаха мир тебе, обратись к Всевышнему Аллаху с мольбой против язычников». На что он ответил, «Поистине, я послан как милость, а не как наказание». Четвертое. Фудель сказал, «Если человек совершает множество благих дел, но при этом плохо обходится с домашней курицей, то он не из числа благочестивых людей». Пятое. «Благонравие» — это способность считать свое поклонение Всевышнему Аллаху ничтожно малым, возвеличивая при этом все блага, дарованные причистым Аллахом. Шестое. Шах Аль-Карманиев сказал, «Признаком проявления благонравия по отношению к другим является отказ от нанесения им вреда и перенесения трудностей от них». Седьмое. Праведник Вахб говорил, «Если человек будет придерживаться одного нравственного качества в течение сорока дней, то Аллах сделает его для своего раба постоянной чертой характера». Восьмое. Хасан Аль-Басри так разъяснил слова Всевышнего Аллаха «И одежду свою очисти». Сура Аль-Мудасир, аят 4. «О, пророк, усовершенствуй свой нрав». Девятое. Абухавса спросили о благонравии, и он ответил, «Это то, что Всевышний выбрал для пророка, мир ему, в своих словах. Смысл? Будь снисходителен к людям. Вели им творить добро и отвернись от невежд». Сура Аль-Араф, аят 199. Десятое. Сказано. «Благонравие — это когда твое сердце находится в состоянии отчужденности. Иначе говоря, быть среди людей, но сердце свое связывать только с Всевышним Аллахом». Одиннадцатое. Сказано. «Благонравие — это терпеливо принимать от людей любую грубость, а также смиренное довольство предопределением Всевышнего без какого-либо раздражения и беспокойства». Двенадцатое. Сказано. «Дурной нрав стесняет сердце своего обладателя, ибо не вмещает в себя ничего, кроме своей цели, подобно тому, как малое пространство способно вместить в себя лишь одного человека». Тринадцатое. Сказано. «Признак дурного нрава — способность видеть недостатки других людей». Примеры проявления благонравия. От праведных предшественников до нас дошло множество удивительных историй. Для некоторых людей эти истории могут показаться вымыслом, однако, без всякого сомнения, это истинное предание. Праведники достигли степени познания Всевышнего Аллаха и благодаря этому улучшили свои нравы. 1. Абдуллах ибн Умар освобождал раба, если тот исправно совершал намаз. И когда рабам стало известно о благонравии своего хозяина, то они старались совершать намаз красиво напоказ. Но Абдуллах освобождал всех преуспевающих в поклонении. Как-то ибн Умар указали на это, и он сказал «Если кто-то будет меня обманывать в том, что касается религии Аллаха, то я готов быть обманутым». 2. Когда Ахнафа ибн Кайса спросили «У кого вы научились благонравию?» он ответил «У Кайса ибн Асима Аннакрия». Тогда его спросили «А на каком же уровне благонравия находился ибн Асима Аннакрия?» Ахнаф ответил «Однажды служанка Кайса хотела принести ему шампур с мясом, но шампур оказался очень горячим, выскользнул из рук служанки и упал на маленького ребенка ибн Асима, что привело к смерти малыша». Служанка была в крайней растерянности, а Кайса ибн Асима Аннакрия сказал ей «Не бойся, тебе ничего не грозит, я освободил тебя ради Аллаха». 3. Когда дети видели великого праведника Увайса Аль-Крани, то бросали в него камни. А праведник говорил им «Если нельзя не бросать в меня камни, то бросайте хотя бы мелкие, чтобы они сильно не поранили мои ноги, ведь иначе я не смогу молиться стоя». 4. Однажды некий человек шел за Ахнафом ибн Кайсом и порицал его. И когда он дошел до квартала, в котором проживал, Ахнаф ибн Кайсом остановился и сказал «О, молодой человек, если у тебя есть еще что-нибудь сказать мне, то выскажи все, а иначе некоторые сумасшедшие этого квартала услышат твою ругань и могут навредить тебе». 5. Рассказывают, что однажды правитель правоверных Али ибн Абуталиб позвал слугу, но тот не отозвался. Он позвал еще раз и еще. Тогда Али сам пошел к слуге и, увидев, что он лежит, спросил «Разве ты не слышишь меня, о слуга». Когда слуга ответил утвердительно, повелитель правоверных просил «Тогда что же заставило тебя не отвечать на мой зов?» Слуга на это ответил «Я был уверен в том, что ты меня не накажешь, и потому поленился подойти». Тогда Али сказал ему «Ступай, я освобождаю тебя ради Всевышнего Аллаха». Шестое. Рассказывают, что Маруф Аль-Курхи остановился у реки Тигр для совершения омовения, отложив Коран и одежду в сторону. В это время туда же подошла некая женщина, которая забрала Коран и одежду Маруф Аль-Курхи. Тогда он догнал незнакомку и сказал ей «О, сестра моя, я Маруф, и я ни в чем тебя не виню. Есть ли у тебя сын, который умеет читать Коран?» Она ответила, что нет. Тогда Маруф спросил «А может, у тебя есть муж, который читает Коран?» И когда она опять ответила отрицательно, он сказал ей «Тогда верни мне Коран, а верхнюю одежду можешь оставить себе». Седьмое. Однажды в дом шейха Абу Абдурахмана Ассальми ворвались воры и унесли все, что в нем находилось. Рассказывали, что он говорил своему другу. «Как-то я пошел на рынок и увидел свой украденный плащ. И я отвернулся, чтобы не смотреть в ту сторону». Восьмое. Как-то Малека Ибн Динара обозвала его жена. «О, совершающий благие деяния на показ!» Он сказал ей «О, женщина! Ты нашла мне самое подходящее прозвище, которого не знали грожане Басры». Девятое. У Яхьи Ибн Зияда Аль-Хариси был слуга с дурным нравом. И когда Яхью спросили «Почему ты держишь такого плохого раба?» Он ответил «Я стараюсь проявлять терпение по отношению к его дурному нраву, и это учит меня быть кротким». Десятое. Рассказывают, что как-то раз Ибрахим Ибн Адхам вышел в пустыню и встретил там воина, который спросил «Где здесь поселение?» Ибрахим указал на кладбище. Воин подумал, что тот издевается над ним и больно ударил Ибрахима по голове, нанеся при этом ему рану. Когда же Ибрахим шел, то воину рассказали, что этот человек известный в Харасане Аскет Ибрахим Ибн Адхам. И тогда воин пришел к нему с извинениями. Ибрахим же в ответ сказал «Когда ты ударил меня, я просил Всевышнего одарить тебя раем». Воин спросил о причине такой просьбы и Ибрахим ответил «Я понял, что за нанесенный тобой удар я получу благое воздаяние от Господа. И мне не хотелось, чтобы ты из-за меня получал зло, когда я получу от тебя благо». Одиннадцатое. Рассказывают, что некий человек пригласил в гости шейха Абу Усмана Аль-Хири. И когда праведник подошел к воротам дома, в которые его пригласили, то от хозяина он услышал «О, шейх, сейчас неподходящее время для того, чтобы ты заходил. И вообще я пожалел о том, что пригласил тебя сегодня, поэтому уходи». Абу Усман отправился обратно. И когда шейх уже доходил до ворот своего дома, то услышал в свой адрес слова, идущего за ним того самого человека, который отказал праведнику в гостеприимстве. «О, шейх, очень сожалею о сказанном» и стал просить прощения. Тогда праведник сказал, что придет к нему вновь. Второй раз шейх пришел к этому человеку и снова услышал у ворот дома, пригласившего те же слова, что и в первый раз. Точно так же этот человек поступил с праведником и в третий, и в четвертый раз, а Абу Усман Аль-Хири покорно уходил и приходил вновь. И только после очередного отказа этот человек признался. «О, шейх, я хотел тебя испытать», а затем стал просить прощения, восхваляя Абу Усман Аль-Хири. Тогда шейх сказал, «Не хвали меня за качество, которое ты найдешь даже у собаки. Ведь собака так же приходит и уходит, когда ее зовут, а потом выгоняют». Двенадцатое. Другое предание гласит, что как-то раз Абу Усман шел по дороге во время полуденного зноя. И вдруг с крыши одного из домов на праведника опрокинули полный тазик золы. Сопровождавшие его друзья очень рассердились и начали брониться. Тогда Абу Усман сказал, «Не ругайтесь, разве подобает гневаться из-за того, что осыпали золой того, кто достоин огня». Тринадцатое. Рассказывают, что однажды один мюрид пришел в гости к Джафару ибн Ханзалат. Хозяин дома старался оказать гостеприимство мюриду, а он при этом говорил, «Был бы ты хорошим человеком, если бы не был иудеем». Джафар на это ответил так, «Мое вероисповедание не принесет ущерб услужению тебе. Лучше проси для себя у Всевышнего исцеления, а для меня наставление на истинный путь». Четырнадцатое. Рассказывают, что к портному Абдуллаху Хаяту часто обращался один из огнепоклонников. Абдуллах шил ему одежду, а тот постоянно расплачивался с ним фальшивыми дирхемами. Однажды из-за занятости Абдуллах не смог пойти в лавку, когда в очередной раз пришел тот огнепоклонник с фальшивыми дирхемами. Ученик Абдуллах отказался брать эти деньги, и тогда огнепоклоннику пришлось расплатиться настоящими дирхемами. По возвращении Абдуллах спросил у своего ученика, где рубашка огнепоклонника, ученик рассказал ему о произошедшем. Тогда Абдуллах сказал, как же плохо ты поступил. Этот человек долгое время расплачивался со мной фальшивыми дирхемами, а я же проявлял терпение, выбрасывая эти монеты в колодец, чтобы ими не могли обмануть других. Глава пятая. Отрешенность от благо мирской жизни. Смысл отрешенности от мирского. Сущность отрешенности от мирского, зухт, заключается в освобождении сердца от всего, кроме Всевышнего, отказе от любого способа получения мирского имущества, а также отказе от самого имущества. Под отрешенностью подразумевается отсутствие каких-либо надежд на долгую жизнь, освобождение и сердца, и рук от стремления к благам мирской жизни. Аскетизм приводит человека к щедрости в отношении имущества, как любовь приводит к готовности жертвовать своей душой. Не достигнет сын Адама, мир ему, степени истины отрешенности от мирского, пока в нем не укоренятся три качества. Первое. Отсутствие привязанности сердца к совершаемым деяниям, то есть не полагаться на себя, а связывать свое сердце исключительно с Всевышним Аллахом, лишь на Него уповая. Ведь человек ничего не творит сам, он лишь исполняет то, что ему велит Всевышний Аллах. Второе. Это речь без домогательства, то есть отсутствие желания заполучить чужие благо благодаря своим высказываниям. Третье. Это величие без стремления к честолюбию и тщеславию. Это значит, что как бы Всевышний Аллах не возвеличил авторитет человека, истинный раб Аллаха видит себя всегда ниже и недостойнее других людей. Такой раб Аллаха не стремится главенствовать над людьми и не превозносит себя над ними. Знай, что любовь к мирскому порицаема во всех неспосланных божественных законах, шариатах, так как она основа всякого греха и причина каждой смуты. Поэтому рабу Всевышнего Аллаха необходимо отречься от мирского и искоренить из своего сердца любовь к высокому положению в обществе. Воистину, честолюбие для его обладателя хуже, чем любовь к богатству. Эти качества порождают любовь к усладам мирской жизни, исконным врагам человека. Презренность мирского обязывает отречься от него. Знай, что приближенным рабам Аллаха раскрылась истинная сущность мирской жизни, и они узрели всю ничтожность мирского – дунья. Поэтому праведники не обращают внимания на него и не привязывают свои сердца к мирской жизни. Рассказывают, что как-то раз наш господин Али-Ибн-Абут-Алиб пришел на кладбище и сказал, «О обитатели могил, мир вам, милость Аллаха и его благодать! Вы поведаете нам свои новости или же нам рассказать свои? Тогда в ответ он услышал голос, «И вам мир, милость Аллаха и его благодать! Ты поведай нам то, что произошло после нас!» Тогда Али продолжил, «Ваши жены вышли замуж, ваше имущество распределено, ваши дети стали сиротами, а в ваших домах, которые вы строили и укрепляли, поселились ваши враги. «У нас такие новости, а что же у вас?» И голос ответил. «Наши саваны истлели, волосы выпали, кожа распалась на куски, глаза растеклись по щекам, а носовая полость истекла гноем. Мы нашли там то, что совершили при жизни, и потеряли то, что оставили после себя в дольнем мире. Мы заложники своих же деяний. О мирском праведнике говорили так. Фудайль ибн-Ияд. «Даже если бы мне предложили весь этот мир, не отчитывая меня за него в судный день, то и тогда этот мир был бы мне противен, подобно тому, как противно человеку падаль, мимо которой он проходит, боясь испачкать одежду». Ибрахим ибн-Адхам, узнав о подорожании мяса, сказал. «Удешевите его, то есть не покупайте вообще». Таким образом, суфии пришли к следующему выводу. Кто смотрит на мирское взором любви и желания, того Всевышний Аллах лишит божественного света, нура, а также истинных знаний и аскетизма сердца. Абуль Хусейна Аль-Хаварим спросили об отрешенности от мирских услад, на что он ответил. «Аскетизм — это восприятие мирского с умолением его ценности, с презрением как не стоящего внимания, но при этом с сохранением своего достоинства». Досточтимый господин и один из познавших Аллаха, Кутб, Ахмад Аль-Хусайни, в книге «Аль-Икт-Ан-Нафис» пишет. «Всевышний Аллах сказал пророку Мусе, мир ему, «Если увидишь, что тебя постигла бедность, то скажи, добро пожаловать, признак благочестивых людей. А если ты увидишь, что мирское подступило к тебе, то скажи, это грех, который в наказании постиг меня уже на этом свете». В хадисе говорится, «Довольство малым из мирского — неистощимый клад». Один из праведников отметил, «По нашему мнению, довольство малым — это когда человек не замечает каких-либо различий между хорошо пропеченным и непропеченным ячменным хлебом, а также ест столько хлеба, сколько ему необходимо, чтобы тело его было в состоянии совершить намаз». Праведные предшественники считали глупцом человека, оплакивающего своего умершего ребенка, но не страдающего из-за упущенного, которое мог бы получить от Всевышнего Аллаха. Такой человек словно говорит, «Я плачу над тем, что отвлекало меня от моего Господа». Напротив, ему следовало бы радоваться смерти сына, обратившись всецело к своему Господу, ибо Всевышний забрал у него то, что отвлекало этого раба от Аллаха. «Поистине, дети, жены, слуги и друзья не будут оплакивать тебя, когда ты умрешь, ибо они плачут лишь за то, что не получат от тебя. Поэтому опереди их в плаче и говори себе, «Мне подобает плакать из-за упущенной доли от Аллаха еще до того, как надо мной будут плакать они, жена, дети». Когда Всевышний Аллах захочет сделать кого-либо своим любимцем, вали, он сделает для этого раба все мирское ненавистным. В хадисе говорится, «Когда мирское входит в общество людей, то непременно вызывает между ними вражду и ненависть». Поистине, все мирское перед Всевышним Аллахом не стоит даже крылышко-комара. Тот, кто поймет это, не будет хвалить людей, познавших Всевышнего Аллаха, за их отрешенность от мирской жизни. Ибо то, отчего отреклись все аскеты, это выпавшая на их долю частичка того крылышка, которая даже не видна из-за ее ничтожной малости. А восхваляющий того, кто наделен отрешенностью от такой незначительной, бесполезной вещи, на самом деле возвеличивает мирское. И кажется, что будто бы праведники, достигшие приближения к Господу, говорят, «Тому, кто любит мирское, мы не дадим возможности приблизиться к Всевышнему Аллаху до тех пор, пока этот раб не выбросит и не растопчет ту часть крылышка комара, которая есть у него. Но никто из полюбивших мирскую жизнь не отважится поступить так». Имам Аш-Шаар-Ани говорил, «С нас взяли обет, что мы будем видеть презренность этого ничтожного мира и стараться обустроить мир вечный. Для тебя не секрет, у мой любимый брат и желанный друг, что наши вдохи и выдохи сочтены, и уже не будет ни больше, ни меньше. А сей мир — это пашня для вечной жизни. И тот, кто бездействует во время посева, будет сильно огорчен во время жатвы». Всевышний Аллах сказал, смысл, «Человеку готовано только то, что он заслужил своим усердием». Сура Ан-Наджм, аят 39. Также относительно удела и пропитания Всевышний Аллах сказал, «Смысл». Нет на земле ни одного живого существа, которое ходит, ползает, летает по воздуху, будь оно маленькое или большое, мужского или женского пола, больное или здоровое, чье пропитание Всевышний Аллах не взял бы на себя. Сура Худ, аят 6. Стремиться и прилагать усилия для приобретения того, что гарантировано нам Аллахом, и бездействовать, проявляя ленность в приобретении того, что поручено нам, — великая глупость. Да будет тебе доподлинно известно, что пример человека, проявляющего заботу о делах своего навса, подобен тому, кто ухаживает за змеей, которая потом его же и убьет. А пример человека, обратившегося к мирской жизни, отвернувшись от дел жизни вечной, подобен собаке, которая напала на зловонную падаль. Сущность отрешенности от мирской жизни. Прежние праведники доподлинно осознали сущность отрешенности от мирского, зухт, и установили его различные степени. Рассказывают, что когда у Абу-Язида Аль-Бастами спросили об аскетизме и о том, как он начал отрекаться от мирского имущества, великий праведник ответил, у аскетизма нет какой-либо одной степени. А когда Аль-Бастами попросили разъяснить, что он имел в виду, тот ответил, потому что я три дня был в аскетизме, а на четвертый день вышел из него. В первый день я отрекся от этого мира и всего, что есть в нем. На второй день я отрекся от вечного мира и всего, что в нем. А на третий день я отрекся от всего, кроме Всевышнего Аллаха. Аскетизм не означает отсутствие у тебя мирского имущества. Однако смысл отречения в том, чтобы ты, обладая мирскими благами, не оставлял в сердце места для них. Так понимали праведные предшественники сущность отречения от мирской жизни. Они говорили, «О Мюрид, оставь для себя из мирского имущества столько, сколько будет достаточно для того, чтобы не пришлось тебе просить людей о чем-либо. Но не переходи границ, отказываясь от мирского всецела». Имам Аш-Шаар-Ани говорил, «С нас взяли обет, чтобы мы не отрекались от мирского путем полного отказа. Наш аскетизм должен быть таким же, как и у истинно познавших рабов Всевышнего Аллаха. Мы должны стремиться направлять свое наполненное любовью сердце лишь к Господу нашему и только потом брать какие-либо мирские блага. И все это потому, что Всевышний Аллах оказал большую милость, подчинив нам все, что находится на небесах и на земле. А если бы мы не нуждались в том, что на небесах и на земле, то не было бы смысла в оказании милости, подчиняющей нам все блага». Праведники часто обращали внимание на то, что присутствие в сердце раба чего-либо из мирского представляет опасность. Поэтому они проявляли невероятное усердие, чтобы предостеречь мюридов от последствий любви к мирскому. В качестве примера приведем несколько глубокомысленных высказываний праведников. Абуль Хасан Али ибн Альмазин сказал, «Если вы будете восхвалять какого-либо человека и станете считать его из числа особых праведников, сиддик, то для Аллаха это не будет значить ничего, пока в сердце этого человека будет хотя бы крупинка любви к мирскому. Клянусь Аллахом, еще никто из вступивших в тарикат не впал в духовную погибель, за исключением тех, у кого в душе осталась хоть какая-нибудь сладость к богатству». Шейх Аш-Шазали отмечал, «Всевышний Аллах не возлюбит раба до тех пор, пока тот не возненавидит мирское и тех, кто занят погоней за ним, а также пока раб не отречется от благ обоих миров, от любви к ним. Всевышний Аллах возненавидит каждого, кто возлюбил мирское. Поэтому Мюрид обязан выбросить мирское как из рук, так и из сердца». Праведник Абу-Раби Аль-Васити сказал, «Я попросил Давуда сделать мне завещание», на что он ответил, «Соблюдай пост от мирского, а разговением своим сделай смерть. Беги от людей так, как убегал бы от диких зверей». Ях-Я ибн Маас говорил, «Страшись всего, что предназначено не для тебя, а затем отрекись от того, что у тебя есть». Как бороться с любовью к мирскому? Поистине, Всевышний Аллах сотворил навсы любящими детей, супругов, высокое положение в обществе, а также богатство. И для того, чтобы Мюрид не переходил рамки дозволенного из-за связи своего сердца с мирским, ученые суфии растолковали разрешенные шариатом отношения ко всему вышеперечисленному. Имама Шаарани говорил, «Знаете, мусульмане, что основой возникновения смут являются четыре причины. Женщины, высокое положение в обществе, богатство и дети. Что же касается любви к женщинам, то их необходимо любить за то, что Аллах вложил в твое сердце любовь к ним, потому как они часть тебя, ведь они сотворены от тебя. Поэтому, любя их, ты будто любишь самого себя». Этот довод усиливает и хадис. Начни с самого себя. Особенно потому, что женщины являются теми, посредством которых рождается потомство, созидается мирская жизнь, и из-за которых нас охватывают переживания. Ведь, как известно, царство Всевышнего Аллаха и его установления проявились именно благодаря рождению потомства, созиданию мирской жизни. Поэтому тот, кто возлюбит женщин именно так, тот возлюбит их ради Аллаха, а не ради своего эго. И любовь к женщинам для такого раба будет являться благом от Всевышнего. Потому как женщины, которые любимы вышеназванным образом, обращают мужчину к Аллаху, то есть любовь мужчины к ним превращается в любовь к Аллаху. Ведь в этом случае мужчины любят женщин только потому, что они являются объектом проявления совершенства Всевышнего Аллаха в своих творениях, а не по какой-либо другой причине. На это указывают и слова пророка, мир ему. «Из бренного мира, по воле Аллаха, мне была внушена любовь к женщинам». Здесь подразумевается любовь к женщинам в целом. Но есть еще и другой вид любви, в основе которого межличностные отношения. Такая любовь тоже является восхваляемой. Например, любовь пророка, мир ему, к своей супруге Айше или к ближайшему сподвижнику Абу Бакру. Такие отношения возникают ввиду духовной близости двух людей от рождения или сходства природных характеров. Именно поэтому такая любовь никогда не прекращается и даже не меняется в обоих мирах. Знай, что из сердец праведников Сиддикун в самом последнем из порицаемых качеств исчезает любовь к высокому положению, честолюбие, так как навсы от природы склонны к этому пороку. Поистине, когда Всевышний Аллах проявляет заботу о своем рабе, он непрестанно очищает его навс от всех пороков. И после того, как навс лишится всех порицаемых качеств, а сын Адама, мир ему, почувствует тягу к обретению неведомых ему доселе божественных качеств, то у этого раба начинает появляться любовь к власти и господству, но не из-за высокомерия и надменности в отношении людей, а потому, что это качество присуще его Господу. Достигший познания Аллаха, любовь к богатству превращает в любовь ради Всевышнего Аллаха. Ведь таким рабам не обойтись без любви к мирским богатствам, как не обойтись без любви к высокому статусу, ибо подобное чувство любви заложено в них с рождения. Достигшие познания Аллаха обращают внимание на следующий хадис. Поистине, добровольное пожертвование садака доходит до милостивого Аллаха. То есть, такие рабы любят мирское богатство с целью пожертвовать им. А что касается любви к детям, то она является одним из самых больших испытаний Всевышнего Аллаха по отношению к своим рабам. Дабы выяснить, способна ли такая любовь стать препятствием в покорности Всевышнему Аллаху, несмотря на жалость и сострадание родителя по отношению к своему ребенку. Это самое большое испытание. Так как Всевышний Аллах создал ребенка самостоятельным созданием, независящим от своего отца, хотя ребенок родителю и не чужой человек. Посланник Аллаха мир ему указал на это так. Клянусь Аллахом, даже если бы Фатима дочь Мухаммада украла, то я отрезал бы ей руку. Из всего вышесказанного становится ясно, что тот, кто подобающим образом примет во внимание эти четыре виды искушений, может не опасаться, пользуясь мирскими благами. Так бойся же у мусульманин даже думать, что приближенные рабы Аллаха пользуются мирскими благами из-за любви к мирскому подобно тебе. Поистине это неуважение по отношению к праведникам. Мирило ценности Осознав все вышесказанное о верующие в Аллах и в судный день, испытайте себя словами Всевышнего смысл «вечная жизнь лучше и вечно» сура аля-ля аят 17 и словами пророка мир ему богатство не уменьшается от добровольных пожертвований садока. Раб который простил притеснение по отношению к нему непременно возвысится. Воздаяние за пожертвование человеку увеличивается в 700 и более раз. Даже если соберутся все джинны и люди вместе, чтобы лишить раба чего-либо из его удела, пусть и размером с пылинку, то без воли Всевышнего они не смогут ничего сделать. Знай, когда от тебя отворачивается мирское и ты находишь свой навс довольным, любящим того, кто принял участие в лишении тебя мирского удела, принадлежащего тебе, тогда ты действительно истинный верующий. Здесь ты узнаешь, как отличить мирское от вечного. Знай, что все, что доводит людей до огорчения и из-за чего они спорят и ведут тяжбу между собой, это мирское, от которого Всевышний нам велел отрешиться. Поистине, в деяниях вечной жизни отсутствует мирское, в них нет места для тяжбы. К таким деяниям относятся соблюдение поста днем, оживление ночей поклонениями Всевышнему, частые пожертвования, строительство колодцев для обеспечения людей водой и другие подобные им благие деяния, совершаемые на пути Аллаха. В таких делах люди не соперничают друг с другом, в отличие, к примеру, от стремления стать преподавателем, шейхом-наставником или занять другую должность, посредством которой можно получить какие-либо средства, подарки или же поднять собственный авторитет. То есть в мирских благах обязательно присутствует соперничество. Однажды некий человек услышал, как монах говорит служителю монастыря, «Какой же ты слабый верой и беспечный в отношении добра человек! Ты будто хочешь с помощью этой работы обрести что-то мирское, как это делают мусульмане». Однако известно, что пророк мир ему стеснялся после завершения своей работы требовать положенную ему плату. Однажды некий человек вместе с посланником Аллаха мир ему посовец. Он обратился к пророку мир ему с просьбой, «О, Мухаммад, попроси уходить же положенную нам плату». Пророк мир ему на это ответил, «Мне стыдно это просить». Поистине, ученым следует отвернуться от мирского, быть свободными от плена любви к высокому положению и власти, от страсти к мирскому богатству и возвеличивания своего эго. Ведь только тогда они станут истинными учеными вечной жизни и наследниками пророков, чернила которых в судный день перевесят кровь шахидов. Они станут теми, о ком говорится, сон ученого, поклонение Аллаху. И лишь тогда они увидят всю красоту и блеск жизни вечной и почувствуют всю презренность и мерзость мирского. Они будут смотреть на потусторонний мир, как на вечное, а на мирскую жизнь, как на нечто приходящее. Бесспорно, ученые предпочтут вечное, ибо мирская жизнь и жизнь вечная словно две жены, если одна довольна, то другая в ярости. Так, если дольний мир становится человеку дорог, то мир потусторонний будет для него презрен, и напротив, если мирская жизнь презренна, то вечная жизнь ценна. И никакое объединение здесь попросту невозможно, как невозможно объединение двух противоположностей. Отрешенность пророка мир ему от мирского. Посланник Аллаха мир ему был самым отрешенным от мирского из всех людей, которые когда-либо существовали и будут существовать. Так Всевышний Аллах предложил пророку мир ему золото, серебро и изумруд величиной с горы Тихама, для того, чтобы это богатство сопровождало посланника Аллаха мир ему повсюду. Но Мухаммад мир ему не захотел этого и сказал «О Аллах, я буду один день голодным, а другой сытым». Пророк мир ему также сказал «Меня бы не обрадовало обладание целой горой золота величиной сухут, если бы спустя три дня от нее осталась хоть одна монета, за исключением той, что я приберег бы для того, чтобы рассчитаться со своими долгами». Пророк мир ему не любил хранить у себя что-либо из мирского богатства. Даже если бы посланник Аллаха мир ему обладал золотом величиной с гору ухуд, то он распределил бы это богатство среди мусульман и не оставил бы для себя ничего, кроме необходимого для возмещения долга. Также пророк мир ему обратил внимание мусульман и насущность любви, поведав о том, что ни один раб не сможет достичь совершенства в вере, пока его сердце не наполнится любовью к посланнику Аллаха мир ему и не сделает эту любовь выше, чем какую-либо другую. Так пророк мир ему сказал, «Не будет вера ни одного из вас полноценной, пока вы не возлюбите меня больше, чем свою семью, детей и все человечество». Затем пророк мир ему разъяснил мусульманам, что страсть к мирскому богатству унижает человека, вызывая жадность, потому как насытиться мирским имуществом в полной мере невозможно. Пророк мир ему также сказал, «Если бы сын Адама мир ему обладал двумя долинами полными золота, то он захотел бы и третью, а если бы он обладал тремя, то непременно захотел бы и четвертую, ибо не насытятся глаза сыновей Адама мир ему, кроме как землей». Также посланник Аллаха мир ему беспокоился о том, чтобы каждый мусульманин был чист и целомудрен, стараясь научить каждого раба Всевышнего Аллаха смотреть на мирские богатства свысока и осознавать собственное достоинство и величие над всем мирским. Посланник Аллаха мир ему сказал, «Воистину, милостыня, грязь людей и помои их грехов». В этом изречении пророка мир ему есть явное указание на необходимость того, чтобы душа верующего была возвышенной, благородной и чистой от стремления к тому, чем обладают другие, не показывающие своей нужды и потребности, кроме как в одном Всевышнем Аллахе. Пророк мир ему также учил верующих тому, что отрешенность от мирского — это врата любви Аллаха и любви людей, потому как люди не любят человека, который домогается того, что у них есть. Посланник Аллаха мир ему сказал, «Отрекись от мирского, и тебя возлюбит Аллах. Отрекись от того, что у людей они полюбят тебя». Поэтому ученые богословы говорят так, «О мой брат, если ты захочешь помочь человеку, обратившись к какому-либо правителю, чиновнику или к другим людям, то сначала отрекись от мирского. Пусть в их списках получающих подарки и пожертвования не будет твоего имени. Если ты поступишь так, то мы ручаемся за то, что в сердцах людей появится искреннее уважение к тебе. Пусть каждый, кто увидит тебя, будет испытывать к тебе благоговение. Всевышний Аллах в Писании установил общее правило аскетизма. Смысл. Аллах не сделал в теле человека два сердца. Сура аляхзаб, аят четвертый. Это подтверждает то, что в одном сердце никогда не объединить любовь к мирской жизни и любовь к Всевышнему Аллаху, стремление к его удовольству. Плоды отрешенности от мирского. Знайте, что Всевышний Аллах обогатит сердце того, кто отрекся от любви к благам мирской жизни и даст ему мирское имущество, как бы сердце не противилось тому. Как же прекрасно сказал один из благочестивых в своем обращении к Аллаху. О, Боже, что нашел тот, кто потерял тебя и что потерял тот, кто нашел тебя. Воистину, потерпел неудачу тот, кто довольствуется чем-либо помимо тебя и оказался в убытке тот, кто прибегнул к кому-либо помимо тебя. Однажды некий человек увидел Ибрахима ибн Адхама, латающего свою одежду и спросил его, «О, Ибрахим, чем тебя одарил Аллах вместо власти в Балхе?» Ибрахим ответил, «Всевышний Аллах даровал мне нечто такое, что твой разум будет не в состоянии постичь. Но, тем не менее, я раскрою для тебя кое-что издарованного мне, что ты в состоянии будешь понять». Затем Ибрахим бросил иголку в море и обратился с мольбой к Аллаху, чтобы он вернул ее обратно. И в тот же миг появились большие рыбы, и каждая держала во рту по золотой иголке. Ибрахим сказал, «О, Господь мой, я не хотел ничего другого, кроме своей иголки». И, обратившись к тому человеку, Ибрахим продолжил, «Вот то издарованного мне Всевышним Аллахом, что ты в состоянии понять». неожиданного «Наэйзи» неожиданного «Наэйзи» неожиданного Продолжение следует...